здравствуйте уважаемые зрители и подписчики здравствуйте вот сегодня у нас пробный выезд комбайна в поле ну такой выезд неудачный понятно мы это и ожидали но хотели попробовать это поле значит у нас была пшеница которую мы скосили на сенаж азимая пшеница и в результате она дала подгон дадим этот она дала подгон который который дал семена мы долго думали что с ним делать поэтому он успел дать имена в итоге мы его прошли глифосатом уже когда семена уже были завязках то есть они досохли на корню и потом мы поехали дисковать это поле дисковали в два подхода поэтому за дискова закопали хорошо поэтому а потом посеяли рапс а потом ну подой как у нас в наших краях по срокам в районе 10 августа посеяли озимый рапс вот почему рапс потому что был самый дешевый способ посеять озимую культуру и для эксперимента мы можем себе позволить эксперименты только по одной причине потому что мы живем не с зерна не зерна с молочного хозяйства поэтому эксперимент вот этот и был заложен здесь грубо говоря мы решили первый раз посеять рапс вот мы озимый рапс какое-то время думали убирать его на зеленый корм но из-за отсутствия весеннего удобрения который мы тоже экспериментально решили не тратить деньги потому что все таки рапс кто его знает а вдруг выстрелит и без удобрений то весной на зеленую массу конечно масса было ну крайне мало то есть косить его на сенаж ну видно было что урожай будет маленьким и как бы оставив его цвести он раскустился дождики пошли после цветения цвел хорошо ну так не очень по полю конечно можно сказать вот по цветению с фотографии из космоса было видно что вместо 70 гектар у нас выжило в итоге все-таки гектар 40 то есть последнее вот что мы 30 гектар сели вот именно вот видно что первый день второй день третий день посева вот последнее что мы сеяли уже видно в сухую землю что взошло попозже вот она видно даже и не перезимовала большей частью то есть с космоса просто не было видно цветочков значит там или их мало либо их просто нет ну и в результате мы на этот рапс решили никакой химии ничего не тратить экспериментальный вариант зачем тратить если посмотрим как оно и так будет принципе оказалось что на каждом растении там ну не знаю здоровых стручков довольно много или или как те которых которых зерна вот целое есть побитые какой-то каким-то вредителем но самое главное что мы пчел не травили и это поле не обрабатывали никакими инсектицидами хотя сосед рядом обрабатывал так что наше наше влияние здесь может быть было каплей в море вот ну значит и теперь вот мы приехали на поле проверить смотрим пшеница которая вот у нас есть она местами прямо зерно ну как камень то есть не не разгрызается местами оказались вот такие вот зеленые зерна видите то есть как бы нету еще такой полной спелости вот мы выехали как бы принципе сейчас даже рапс еще у нас никто не убирает а зимой да мы мы не ожидали что у нас тут все будет шикардос в результате получается настройки комбайна нужно было сделать универсально надо было сделать чтобы и пшеница проходила и чтобы рапс не выдувала ну примерно получилось я сделал так около 700 оборотов вентилятора молотилка 80 зазор барабана 10 вот не и не следили мы вернее я не следил особо за мусором который вот видите соломины попадается и так далее почему потому что это предполагалось что это будет на овске делиться то есть пшеница от рапса будет делиться в любом случае следовательно и вот этот мусор весь тоже будет отделяться вот но в результате мы получили вот это вот эту смесь грубо говоря где-то больше половины бункера набрал эта смесь она конечно очень влажная даже рука когда руку засовываешь в массу она чувствует влагу если вот так жменьку кинуть в рот вот этой массы все она жуется примерно как каша то конечно она не спела она не спела и не высохшие поэтому как бы вот так мы даже вот это у нас не пропадет потому что мы его с кормим животным но просто для проверки для работы это было интересно еще интересно что вот при этих настройках которые я здесь делал очень маленькие потери рапса вот это меня поразило то есть я искал в некоторых местах вообще не могу найти никакие потери ну при таких настройках вы понимаете что и потери пшеницы не будет потому что тут мусор попадает а пшеница тем более можно сказать что вообще говоря такой совмещенный посев в основном как я знаю он получается у многих потому что пшеница она частенько является сорняком внутри рапса поэтому многие наверняка попадают с этой проблемой есть скорее всего гербициды не скорее всего ну по-моему пантера работы для этого ну который можно было убить пшеницу оставить рапсы и так далее то все и все все были возможности мы решили как бы по-простому пойти оставить расти а там посмотрим ну вот сейчас посмотрим как главное что эту массу на мы взяли тоже для папа говорит все пройдет через через овску но вот мы как раз и будем экспериментировать с работой на нашу вывески вот эта масса нам пока нужно для этого вот дальше наверно будет видео уже про вывеску да ну как бы так вот ну что что будет что получится с этого поля когда она подсохнет ну да еще причина какая у нас опрыскиватель 18 метровый мы даже десекацию делать тоже особо бессмысленно потому что мы и так стручки рапса уже были такие что дотронешься они распадаются хотя конечно были и зеленые вот например зеленый стручок рапса так вот а если мы бы сейчас начали какую-то десекацию делать обработку то мы бы еще больше при этой низкой урожайности и так мы бы еще больше всего уничтожили бы с эти стручки бы раствор распались зерно бы выпало на землю вот вот такие вот у нас дела вот такие вот у нас приключения ну а так как бы пробу комбайн заодно проверили комбайн обслужили перед этим ну правда еще масло надо в двигателе поменять поменяем масло в двигателе и фильтра и все а так все нормально комбайн слава богу движется хорошо вот вот такие вот такой наш эксперимент так что первый день сегодня молотили так мы рано конечно еще никогда не выходили в поле ну пробно да можно поле тем более так вроде бы недалеко от асфальта здесь дорога можно быстро проехать поэтому проехали вообще знали что пшеница вряд ли подошла но мысли были о том что она может быть сухой из-за того что она все-таки сеялась грубо говоря в десяток числах августа во время вот этих вот моих дисковок то есть когда я дисковал под под рапс в принципе так рано у нас других полей нету поэтому и думалось что на неделю-две это поле должно выстрелить пораньше ну вот ну рад само собой должен был быть пораньше ну в конце концов как видите чудо не случилось да чудо не случилось ну здесь да понятно что вот в этом прицепе это не рапс это больше пшеница с сорняком рапсом вот ну там другие места есть там рапса побольше так что еще будем поле большое все таки 60 гектаров и никуда не деться нам надо его убирать все всего во всем доброго хорошей вам уборки хороших после уборочных дней и сортировок продаж которые уже у ребят на юге идут всего вам доброго до свидания